Портал детали. Главные новости Израиля и мира. На связи с нашей студией. Главный редактор журнала «Всё о космосе». Денис, привет. Добрый день. Добрый день, Александр. Итак, Денис, в космической отрасли и вообще в космических делах происходят какие-то странные метаморфозы. В частности, на Байконуре, на космодроме Байконур арестовано имущество некоторых фирм, которые имеют отношение к Роскосмосу. Что происходит и к чему это может привести? Не, ну в частности, сейчас пока это первые сообщения, речь идёт о ценке. То есть это центр эксплуатации наземной инфраструктуры входит в госпорпорацию Роскосмос. То есть вчера появилось об этом первое сообщение. И, как пишет казахское издание, проблема в личном конфликте между Юрием Борисовым, это глава Роскосмоса, и Богдатом Мусиным, это глава Коскосмоса. Но по моим источникам, скажем так, дело не в этом, а дело в том, что ещё некоторое время на САД прошло судебное заседание, там, суть которого заключалась в том, что Коскосмос и ценки судились по поводу оценки экологической экспертизы проекта Боритерек. Это предполагаемая совместная пусковая установка России и Казахстана. И ценки, понятно, суд проиграл, должен был заплатить 13 миллиардов ТНГ, пытался решить дело миром, пойти на договор, но не пошло. Но до этого, скажем так, этот конфликт, это судебное разбирательство в публичное поле не выходило. Сейчас оно вышло в публичное поле, опять же, никто конкретно не говорит, но, возможно, дело в том, что уже все предприятия Роскосмоса подпали под санкции. То есть это и РКК «Энергия», и РКЦ «Прогресс». А совместный казахстанско-российский проект «Байтерек» именно подразумевал то, что Россия построит для Казахстана ракету, это «Союз-5», или в казахстанской версии «Сункар», который и будет запускать казахстанские спутники. Дело в том, что Казахстан осенью, конкретные даты пока не названы, открывает СБИК. Это сборочно-испытательный комплекс, который они построили совместно с европейским аэрокосмическим гигантом «Ариан Спейс». У «Ариан Спейс» там 16% акций этого предприятия, и на самом деле идея Казахстана была гениальна. То есть они совместно с Россией создают дешевую пусковую установку, дешевую ракету, и совместно с европейцами создают и могут производить дешевые европейские спутники. То есть гораздо дешевле, чем тоже подразделение «Ариан Спейс» делает в Европе или в Соединенных Штатах. То есть у них получается все под рукой, да? То есть тут тебе, пожалуйста, космодром, тут тебе, пожалуйста, будет ракета-носитель, и тут же будет производство спутников. Да. Все в одном флаконе. Опять же, не надо никуда их далеко везти, потому что перевозка спутников выходит довольно дорого из-за страховки. Казалось, что может пойти не так? Но вот пошло не так из-за того, что Путин развязал войну в Украине. Все предприятия Роскосмоса, которые до этого даже НАСА пыталась не выдать под санкции, то есть это и РКК «Энергия», которая производила двигатели для «Атласов» и «Антаресов», это РКЦ «Прогресс», который производит ракеты «Союз» и пилотируемые корабли «Союз» и грузовики «Прогресс», которые сейчас доставляют космонавтов на МКС и астронавтов по обмену. Но получилось, как получилось, и сейчас Казахстан оказался в сложной ситуации. То есть, с одной стороны, сотрудничество, понятно, что байтерок уже все, потому что если они будут сотрудничать по этой программе, они могут попасть под вторичные санкции. Как мне сказали в Казахстане, казахское космическое начальство просто боится спрашивать европейцам, можно ли им продолжать этот проект. То есть, как говорится, не будите лихо, да? Да, боятся услышать ответ, а не спросить, опять же, в любой момент может прилететь. И сейчас там довольно сложная ситуация. Дело в том, что россияне оказались токсичным активом. То есть, Казахстан не может начать реализацию какой-то, вот сейчас они заговорили о том, чтобы создать свою легкую ракетоноситель, ракетоноситель легкого класса. Но для этого им нужно, опять же, сотрудничать с теми же европейцами, допустим. А европейцы не придут на Байконур, пока там сидят россияне, которые под санкциями, ну и все понятно. Выгнать россиян с Байконура тоже, опять же, проблемно. То есть, с одной стороны, конечно, да, можно разорвать соглашение об аренде, и договор это предусматривает. И хотя по договору там нужно платить всякие пении и штрафы, то в этом случае можно сослаться на форс-мажор и предложить судиться в орбитажном суде в Лондоне. Допустим, ну, исход очевиден. Вот. С другой стороны, Россия продолжает платить за аренду Байконура, и это немалые деньги. С третьей стороны, там вообще вырисовывается такой клубок, который непонятно, как они разрешат. Значит, американцам и европейцам нужен дополнительный носитель для полетов на МКС. Они сейчас летают по обмену с Роскосмосом. Невзирая на то, что те же американцы против РКЦ «Прогресс» ввели санкции. Вот. Поэтому им нужно как-то сделать так, чтобы не наложить санкции на Казахстан вторичные. Казахстану под эти санкции нужно не попасть. Но при этом как-то... То есть, получается, что построенный ими гигантский завод, гигантский сборочный комплекс, он совершенно бессмысленным. Потому что теперь там... То есть, спутники строить можно, но при транспортировке их, допустим, в европейскую Гвиану или в США, чтобы запускать, это очень много денег уйдет на страховки. И это становится бессмысленным. Ну да. То есть, вся идея проекта была, что все в одном флаконе. Вот тут тебе и взлет, да? Да. А делать ракеты-носители как бы в другой компоновке, так сказать, например, не с россиянами, а, допустим, в содружестве с европейцами? Так, в том-то и дело, европейцы не придут, пока на Байконуре сидят россияне. Я много разговаривал со своими коллегами из Казахстана. Я говорю, а вот почему вы, допустим, не пригласите какие-то европейские компании, которые занимаются малыми ракетами-носителями, такие, как ИСАР Аэроспейс, допустим, или Рокет Фактори Аусбург. И они говорят, мы разговариваем, но они боятся приходить, это частные компании, они боятся приходить, чтобы не попасть под вторичные станции, потому что у вас вот тут же рядом россияне, которые подсанкционны, и вы будете собирать, грубо говоря, секретные вещи, то есть из технологий, которые подсанкционны. И они не хотят. И россиянам выгоден космодром Байконур, потому что, да, по идее, с Восточного тоже можно летать на МКС, но для этого нужно построить инфраструктуру на Восточном для пилотируемых запусков. А это требует больших денег и времени. А учитывая то, что в этом году бюджет Роскосмоса сократили вдвое, еще и украсть что-то надо, непонятно, когда это будет, и как они это будут делать. Вот вспомни что-то предыдущего директора Роскосмоса, над которым все смеялись. Он-то бюджет выбивал всегда. Да. Но правда войны не было. Да, ну неизвестно, да. Вот я и хотел сказать, неизвестно, как бы это было сейчас, но тем не менее. Мне его даже иногда не хватает, и вот виток. Ну да, был такой токсичный и очень интересный экземпляр, над которым всегда можно было, так сказать, подшутить. Но он, собственно, давал массу поводов для этого. Но тем не менее, теперь после полученного ранения, пятую точку опоры, он немножечко стал посерьезнее. А получается, что сейчас, какая обстановка сейчас вообще на МКС? Потому что были же разговоры о том, что проблемы с техникой, проблемы, эти самые астронавты там зависли на следующий какой-то период непонятный. Кто их будет спасать, как будут вывозить? Ну, значит, что касается Союза МС-22, в котором была обнаружена дыра в радиаторе, он успешно сведен с орбиты. Судя по тем кадрам, которые продемонстрировал Роскосмос, действительно очень похожи на удар на микрометеорита, то есть там дырочка. Но что интересное, после этого прилетел туда прогресс МС-23, это уже грузовой корабль, но который по факту практически полностью идентичен Союзу. И у него тоже произошла утечка хладагента из системы охлаждения. И, собственно, когда мы увидели картинки этих дырок, только после того, как всех заговорили, ребята, ну не может быть, вы говорите нам, что метеорит, а у вас в одном и том же месте происходит утечка хладагента. То есть как там снаряд два раза в одну воронку не падает. После чего Роскосмос и продемонстрировал. Да, я видел эти фотографии, действительно там практически в том же месте. Да, и там буквально в 10 сантиметров от дырки, которая была на Союзе, находится практически идентичная дырочка на прогрессе. То есть какой-то метеорит-снайпер, да? Ну да. Но тут что самое любопытное, именно сейчас, и помните, мы с вами об этом на одной из передач говорили, когда Россия провела испытания, ну пугала европейцев и американцев своими противокосмическими ракетами, сбила свой космос, спутник Космос-1455, по-моему. Вот. И именно сейчас основной рой обломка выпускается на уровень орбиты МКС. Так что, возможно, российские корабли, российские же обломки бомбардируют. Но все равно маловероятно, чтобы они с такой точностью попадали в то же самое место. Ну, скажем так. Так а что с космонавтами, Денис? Да. Космонавты сейчас полетят на корабле «Союз МС-22», который вот недавно в беспилотном варианте прибыл к МКС. Опять же, вот они буквально пару дней назад прикрутили свои кресла туда, так что корабль уже готов. А до этого кресла находились в американском «Крюдрэгоне». Тут, что самое любопытное, в этой ситуации выяснилось, что вообще изначально «Крюдрэгон» должен был доставлять 7 астронавтов на МКС. Но НАСА остановилось на 4. И оказалось, что российские кресла из «Союза» можно прикрутить в «Крюдрэгон», и он может вернуть российских астронавтов в случае, если с российским кораблем что-то пойдет не так, и потребуется срочная эвакуация. И все это время, пока, скажем так, «Союз МС-22» был недееспособный, на «Союз МС-23» не прилетел туда, они прикрутили обратно кресло экипажа, то есть все это время кресла находились в американском корабле. Вот еще один момент, который хотел сказать, возвращаясь к Казахстану и ситуация, которая там раскручивается. И насчет санкций. Дело в том, что в апреле должен стартовать уже пилотируемый испытательный полет Boeing Starliner к МКС. И таким образом у американцев, ну и, соответственно, у их партнеров по МКС появляется уже два корабля, которые могут доставлять астронавтов. И риск того, что в случае, если какой-то корабль окажется недееспособным, и они не смогут летать в космос, совершать пилотируемый полет, он становится очень низким. И получается, что два корабля сейчас будут пристыкованы к МКС, да? Ну, такое уже было, но это было в беспилотном варианте, когда последний испытательный пале он Starliner совершал. Вот. Но тут речь о другом. Почему американцы продолжают, по мне, сотрудничество с Россией и с Роскосмосом? Они боятся оказаться, как в свое время, когда они отказались от программы Shuttle, они боятся отказаться без доступа к космосу, без доступа к МКС. Не зависит от кого-то другого. И сейчас, допустим, как только начал летать Crew Dragon, Роскосмос и Соединенные Штаты, причем именно по инициативе Соединенных Штатов, заключили договор об обмене полетами. То есть российский космонавт летает на американских кораблях, а американцы продолжают летать на Российских Союзах. И с начала полета Starliner, острая необходимость в этом отпадает. Поэтому очень любопытно наблюдать за дальнейшим развитием ситуации на Байконуре, потому что по факту, в принципе, если американцы до этого пытались сохранить, как я уже говорил, чтобы прогресс не попал под санкциями, два месяца назад он таки попал под санкции, пытались сохранить какие-то отношения, то сейчас острая необходимость в этом продолжает. Будут ли они продолжать сотрудничать или нет, я не знаю. Я не понял, острая необходимость продолжается или отпадает? Нет, острая необходимость продолжать сотрудничество отпадает. А, отпадает, да. Да, интересно. Спасибо, спасибо большое. Спасибо вам. Денис Альбин, главный редактор журнала «Все о космосе». А наша программа подошла к концу. Велаю Александр Гурарье. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok